29 сентября, среда, старый стиль, 16 сентября, седмица, 15 по 50, но сеглас, 5 постный день, масло. Великомученица Ефимия Всехвальная. Святая великомученица Ефимия Всехвальная была дочкой христиан, сенатора Филофроны Феодосии. Она пострадала за Христа в городе Халкидоне, расположенном на берегу Босфора. Напротив Константинополя около 304 года. Халкидонский правитель Приск разослал приказание всем жителям Халкидона и его окрестностей виться на языческий праздник, поклониться и принести жертву идолу арен, угрожая великими муками тому, кто не исполнит приказание. Во время этого нечестивого праздничного праздника 49 христиан скрывались в одном доме, где тайны совершали божественную службу и сену Богу. Среди молящихся находилась юная девица Ефимия. В течение 19 дней мучеников подвергали различным пыткам и истязаниям, но никто из них не поглебался в вере и не согласился принести жертву идолу. Разгневанный правитель, не зная каким еще способом принудить христиан к отречению, поставил их на суд к императору Диоклетиану, но отделил от них самую юную девицу Ефимию. Надеюсь, что она, оставшись одна, не выдержит испытаний. Сначала прииск, уговаривая святую отречься обещая земные блага, потом дал приказание мучить ее. Святая Ефимия, брошенная другими воинами в печь, осталась целая. С Божьей помощью она выходила невредимой. После многих других пыток и истязаний приписывая это волшебство, управитель велел выкопать новый ров, наполнив его ножами, а сверху прикол землей и травой, чтобы мученица не знала о приготовленной ей казни. Но и тут святая Ефимия осталась невредимой, легко прошедшей надорвом. Наконец ее осудили на сиденье зверям в цирке перед казнью. Святая стала просить, чтобы Господь сподобил ее умереть. Ни один зверь выпущенный на арену не бросился на святую, лишь одна медведь сына не слоей. Небольшую рану в ноге, из которой стекла кровь и святая великомученца Ефимия, точно скончалась. Воззятие Халкидона Персов в 617 году мощи святой великомученцы Ефимия перенесены были в Константинополь. Около 620 года, в период Игнобольской ереси и ракой с мощами святой Ефимии, оказалось брошенное море. Благочестивые корабельщики извлекли их. Впоследствии они попали на остров Лемнос, а в 796 году были возвращены в Константинополь. В этот день отмечается перенесение мощей праведной Алексея Московского и Мечева в 2001 год. Святитель Киприян, митрополит киевский, Московский Всероссийский Чудотворец. Святитель Киприян, московский киевский Всероссийский митрополит, ставший преемником святителя Алексея на Всероссийской кафедре, возглавлял Русскую церковь в 1376 по 1436 год. Он родился около 1330 года в Болгарии, в городе Тырнова, где начал свой монашеский путь. Последствии продолжены им в Константинополе и на Афоне. После того, как 12 февраля 1378 года представился святитель Алексей, митрополит Киприян попытался вступить на Объединенный престол, согласно благословению и воле Вселенского Патриарха, но великий князь Дмитрий Иванович, озабоченный более проблемами внутри Великой Руси и до Куликовской битвы, далекий от идеи объединения всех русских княжеств, не желал в ту пору принять ставленника Константинополя, а выдвинул кандидатов на престол митрополита московского своего духовника. У самой Москвы митрополита Киприяна схватили по повелению князя, где он провел ночь в заточении, а потом был выдворен. После Куликовской битвы и гибели Мамая весной 1381 года князь Дмитрий Данцкой вызвал святителя Киприяна из Киева в Москву. Вскоре последовали новые скорби и искушения нашествия токтамыша, гонения со стороны князя. Деятельность митрополита Пимена, митрополия оказалась поддельной, поделенной по границе ордынских владений. И лишь в марте 1490 года митрополит Киприян снова был встречен новым московским князем Василием Дмитриевичем и после 14 лет искушений занялся российский митрополитчий престол. В церковно-политической программе святителя определялась принципом единства русской церкви, которую он соблюдал до конца своей жизни. Он способствовал сплочению русских княжеств вокруг нового политического центра Москвы и повышению авторитета московских князей, что сильно укрепило русское государство. Огромен вклад святителя Киприяна в книжное дело на Руси. Взлогообразованный митрополит был усердным переписчиком, искусственным переводчиком, редактором, одаренным писателем и реформатором литературного языка. Он уделял большое внимание исправлением книжным, стремясь внести порядок единства языка русской книжности. И правописание. Он работал над усовершенствованием церковного устава и литургических текстов. Саморучный переписал псалтырь, служебник, требник, лестницу Иоанна Лесечка. Он оттверждает святителя Петра и службы ему, а также по учению и посланий. Святитель Киприянт кончался в ночь на 16 сентября 1406 года. Тело его было принесено от Голенича в Москву и преданной земле в Испенском соборе. Кремля. Святые мощи были обретены при постройке собора 27 мая 1472 года. И покоятся рядом с мощами святителя Москова Фоти, бывшим преемником святителя Киприяна в управлении русской церковью. Святитель Фоти Московский Киевский в Северной России митрополит. Был родом грек из Пелопонесского города Менем-Васии. Еще в отрожеский год он поступил в монастырь и был пострижником старца Акаки Великого Подвижника. В 1408 году, когда Фоти находился в Константинополе у патриарха с поручением от митрополитов, стал вопрос о замещении русской кафедры. После кончины святителя Киприяна выбор патриарха Матфея полна Фоти. Известна своей ученостью и связь всю жизнь. 1 сентября 1408 года святитель Фоти, поставленный митрополитой, и через год прибыл на Русь. 20 апреля 1430 года святой архипастырь был извещен Ангелем на предстоящей кончине. Мирно почел о Господе указанному срок. Праздник положения Лизы Богородицы 2 июля 1431 года. Мощи были обретены. В 1471 году в вооруженной палате Московской Кремля хранятся два сака со святого митрополита Фоти. Обретение и перенесение мощей святителя Киприяна Фоти и Иоанна предложил 27 мая 1472 года во время строительства нового каменного Успенского собора в Кремле. При митрополите Филиппе и великом князе Иоанне III. Отдельной памяти святителям совершаются митрополиту Киприяна, митрополиту Фоти, митрополиту Иоанна. Преподобный Кукши Одесский. Образ батюшки Кукши, близый к образу преподобности Серафима Саровского, батюшка Серафима, говорил одному из монахов, «Тяжи дух мирен, и тогда тысячи спасутся около тебя, а вокруг старца Кукши, стяжавшего этот дух мирен». Воистину, тысячи людей спасались, ибо душевный мир с Богом есть плод Духа Святого. А семь сидеть из апостола Павла Галия, плод же духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, водержание. Мученица Севастьяна Гераклейская, святая мученица Севастьяна, была ученицей святого апостола Павла в гонении на христиан, императора Домициана в 81-96 годах. Она, как христианка, была судима правителем Георгием в городе Маркианополе Минзийской области. Святая Севастьяна твердо исповедовала свою веру во Христа, и за это подвергла жестоким истязаниям. Ее вначале били, а потом бросили в раскаленную печь, откуда она вышла в невредимую. Святую отправили в город Гераклеев, где суд над ней произошел вторично. Правитель Помпиан приказал повесить святую на дереве и строгать ее тело черепицами. Мученица осталась непоколебима в своей вере, тогда правитель отдал ее на съедение зверям. Господь и там хоронил святую мученицу, и звери не тронули ее, тогда по приказу правителя святая Севастьяна была обезглавлена. Тело ее, брошенное в море, было отнесено ангелам на остров Родос, во Фракии на мраморном море. Мученица Мелетина Маркианопольская, святая мученица Мелетина, жила в городе Маркианополе, правление императора Антонина Пия, в 138-161 годах она была ревностно христианской, Господь благословил ее даром. Чудотворение, силы молитвы она сокрушила идлов, Аполлона, Геркулеса, ее пламенная проповедь обратила многих язычников Христу, в числе обращенных была и супруга начальника города Маркианополя. Когда правитель узнал об этом, он судил святую Мелетину, и по его приговору она была обезглавлена. Возвращавшийся в свое отечество в Македонию, на Акаке благовейно взял тело святой Мелетина с намерением похоронить мученца в Македонии. Однако во время плавания Акаке заболел и умер. Корабль остановился у острова Лемнос, где было пред на погребение тела святой мученцы Мелетины. Рядом с ее могилой похоронили Акаке. Мученики Виктора и Сосфен. В Халкидонске правитель прииск повелел воинам Виктора и Сосфену броситься твой Эфимия в секвальную раскаленную печь. На те, увидев плавание двух розных ангелов, отказались исполнить приказания правителей и сами веровали в Бог, которым поклонялся Эфимия. Держновенно возгласив, что и они христиане, Виктор и Сосфен смело пошли на страдания. Они были отданы на съедение зверя. Во время казни они вызывали к милосердию Божию, чтобы Господь их принял в Сарце Небесное, наслышав призывающий их небесный глаз, они отошли в жизнь вечную. Звери же даже не дотронулись до их тела. Преподобный Дорофей – египетский пустынник. Преподобный Дорофей – пустынник, египетский уроженец Фиваицкой области в Египте, подвязался с Шестиатлетской пустыни на западной стороне реки Нила. Палладий, епископ Ленопольский, автор знаменитого Лавсайка, бывший в молодых годах учеником преподобного Дорофея, оставил свои воспоминания о нём преподобный Дорофей вёл суровое аскетическое образ жизни. После совершения своих молитв и словий он полуденный зной шёл собирать камни на берег моря и строил келья для других пустынников. По ночам святой плёл корзину, за которой получился необходимый для пропитания пища преподобного Дорофея состоял из хлеба дискутных страв к пустыне. Пищу он принимал один раз в сутки, один раз пил немного воды. Спать преподобный никогда не ложился, лишь иногда дремал он за работой или во время приёма пищи. Однажды преподобный Дорофей послал своего ученика за водой, но тот вернулся без воды и сказал, что в колодце он увидел змею, и что вода в колодце теперь отравлена. Преподобный Дорофей сам пошёл к колодцу, зачерпнул воды, Перекрестил её и выпил, сказав, где крест, там всегда не вредит бесовская сила. Преподобный Дорофей мирно скончался в преклонном возрасте. Мученца Людмила Чешская, княгиня. Святая мученца Людмила, княгиня Чешская, была выдана замуж за чешского князя Боревое. Супруги приняли святого крещения, а святителя Мефодия, архиепитского Моравского, просветителя славян, став христианами, они проявили заботу о просвещении световой истинной веры своих поданных, строили церкви и приглашали священников для совершения в них благослужения. Князь Боревой умер рано, 36 лет. Святая Людмила, оставшись вдовой, была строгую, благочестивую жизнь и продолжала заботиться о церкви и правлении ее сына Варцислава, которой продолжалось 33 года. Варцислав был женат на Драгомире, от нее имел сын Вячеслава. После смерти Варцислава на престол вступил 18-летний Вячеслав. Пользуясь неопытной всему молодостью своего сына Драгомира, начала наслаждать в стране языческие обычаи и нравы. Святая Людмила распротивилась этому Драгомиру, возненавидела свою свекровь и пыталась погубить ее. Когда Святая Людмила удалилась в город Течен, то Драгомира подослала к ней двух бояр для убийства. В то время, когда Святая Людмила молилась, убийцы вошли в дом и исполнили повеление Драгомиры. Мощность той мученицы Людмилы были погребны в Течене у городской стены. От ее гроба стали совершаться многочисленные исцеления. Князь Вячеслав перенес тело Святого Людмилы в Прагу и положил его в церкви Святого Георгия. Мученицы Исаак и Иосиф. Святые мученицы Исаак и Иосиф, родные братья, родились в городе Феодосиполе или Карну, нынешний Эрзерум. Отец их знатный мусульманин, а мать христианка добрая и благочестивая женщина, тайно воспитавшая их двух сыновей, еще одного старшего неизвестного по имени в христианской вере. Достигнув зрелого возраста, все три брата, из которых один Иосиф был женат, пожелали удалиться от своего родителя Магометанина, чтобы беспрепятственно распорядовать веру в Господа Христа. Они обратились с письмом к императору Никифору, прося его позволение переселиться в Константинополь и поступить на службу при его даре. Получив благоприятный ответ христианского государя, братья стали собираться в дорогу. Старший в скором времени отправился в Константинополь, и Иосиф и Исаак были задержаны в приказы мира Феодосиполе. На вопрос о причине их переселения в Константинополь братья-отели ко всеобщему заявлению присутствуют, в том числе и их отца, что они христиане с самого рождения, поэтому бегут от нечестивых, желая свободно исповедовать свою веру. Никакие уговоры и угрозы не поколебали мужественных исповедников, создав совет вельмож, и мир вынес братьям смерть на приговор. На месте казни, приколомив колени святые Исаака и Иосиф, принесли молитву ко Господу, подсвечу о палаче осек и честной главы. Это совершилось в 1808 году. На непогребенные тела святых мучиков ночью спустился необыкновенно светлый столб света и встал над ними. Пораженные этим знамением, магометане просили на следующий день христиан гордо предать святые тела мучиков погребению. На месте погребения святых впоследствии был построен храм и освящен во имя Пресвятой Троицы. В этот день святая церковь чтит память священного мучика Григория Раевского, пресвитера священного мучика Сергия Лосева, икону Божьей Матери призрена смирения и знамение каменское. Субтитры создавал DimaTorzok